Добрый вечер! Собственно говоря, меня зовут Дина Бусин-Азаде. Именно ко мне вы сейчас, вроде как, и пришли. Я хотела создать немножко не совсем обычную лекцию. То есть не просто встать здесь и разговаривать, что-то рассказывать, а хотела бы с вами взмодействовать. Потому что мне очень интересно, что вам интересно, какие вопросы вы хотели бы, чтобы я отвечала. Я немножко расскажу про себя, так, ну, в каких-то словах. И мы начнем, наверное, вот, именно, например, предположим, три вопроса из зала. Я стараюсь на них как можно полно ответить. По дороге, может быть, отвечая как раз на те, у кого другие вопросы возникнут. Вот. И так вот будем прям вести нашу беседу. Такой-то интерактив прям. Вы не против? Нет! Ну, слава. Вот. Итак, я, собственно говоря, путешествую с малых лет. Сначала я путешествовала именно с родителями. Вот, естественно, это были далеко не бесплатные путешествия. Они приездили на работу. Я вместе с ними таким образом. Но путешествую это прям было у меня изначально, можно сказать, в крови. Родители познакомились в турклубе. Вот. А потом я поняла, что, ну, это моя мечта постоянно путешествовать. Мне это интересно. Узнавать других людей, другую культуру. И я решила, что надо как-то находить какой-то метод, наверное. Надо, наверное, больше зарабатывать, думала, там, карьерный рост. Но мне это как-то было, конечно, не совсем мое. И я искала интернативные методы. И в какой-то момент вот я узнала про автостоп. И решили мы с бывшим мужем тогда попробовать этот автостоп. И поехали. И прям вообще здорово. Оказалось, что люди помогают, собирают машину, везут бесплатно. Таким образом ты можешь доехать до многих мест достаточно год и быстро. И дешево. Так. Еще говорите мне, вы ближе подходить к микрофону. Так нормально? Или я слишком плююсь в него, и надо подальше удержать? Молодец. Нормально. Ну, хорошо. Вот. Давайте тогда три вопроса поближе. Во. Главное, чтобы я не съела его. Давайте тогда три первых вопроса. Вот. И я тогда пробую их рассказать, что вас интересует как раз именно бесплатно путешествовать. Какие у вас есть вопросы. Итак, руки, может быть? Вот автостоп бесплатно получается, а ночевать? Потому что видишь, тут человек, оказывается, еще второй микрофон есть. Человек, второй микрофон. Просто автостоп получается бесплатно, а у меня вот волнует, где ночевать, как ночевать, безопасный, безденек получается. Как это вообще реально? Ну, смотрите, слово безопасно, это достаточно относительно. Сразу скажу, вот, это у нас, наша жизнь вообще опасная труда. Вот. Но вообще, я, конечно, расскажу про то, как я путешествую. Первое, это Couchsurfing. Couchsurfing.com, это сайт, где вы можете зарегистрироваться и с людьми, получается, сконтактироваться с людьми, вот, местными, которые с удовольствием вас к себе приютят, если вы, естественно, заинтересуете человека. Просто пообщаться, как бы, культурный обмен. Очень было такое несколько раз, когда люди даже не собирались никуда потом путешествовать. Им просто интересно. Вот. И это вот один из способов, которые, конечно, я прям очень применяю. Второе, конечно, когда ты ездишь, то часто тебя приглашают к гостям. Столько, если ты где-то в деревнях каких-то, вот, они там, давай ко мне, ну, как бы, без проблем. Вот. А третий, это у меня с собой есть спальник. Иногда мне только путешествует, у меня есть и палатка. То есть в палатку я вот еду-еду, понимаю, что пора спать. И вот в пусты куда-нибудь ставлю, чтобы никто меня не увидел. Это бывает достаточно редко, но бывает. И вот тогда я там быстренько закладываюсь и сплю. Есть еще способ, когда, ну, у меня еще есть спальник. И, то есть, спальники я всегда с собой таскаю, ну, кроме сегодняшней встречи. Вот. И, ну, то же самое. То есть иногда, получается, на вокзалах я сплю, то есть пенка еще с собой. То есть иногда на остановках. Нет, в Юго-Восточной Азии там очень часто это распространенная вообще практика, что люди, например, приезжают как-то, понимают, что их маршрут, их автобус, например, только утром. И они на лавочку ложатся, и ты там тоже рядом с ними. И вот так вот вы все дружно, вот таким лезвищем лежите. Вот. Звучит, конечно, немножко диковато, может, для кого-то, но это вот такой способ дешево и сердито. Во всякие дешевые отношения. Да, спасибо большое. Вот еще один очень важный метод, спасибо прям огромное. Вот. У меня здесь есть друзья-подсказчики, которые такие же ярые путешественники, как я. Вот. Есть, конечно же, как вписки в монастырях, в Мечитех, в монастырях уддийских, в монастырях христианских. В мечетях я не вписывалась еще, но у меня друзья, мужчины, вписывались достаточно легко и просто. Я вписывалась в буддийских монастырях, я вписывалась в христианских монастырях. То есть, конечно, есть когда можно в церковь вписываться. Скажу честно, когда по России как-то было сложнее все-таки мне вписываться в христианские церкви, не знаю. То ли у нас как-то... Я вообще еще заметила, что когда ты путешествуешь именно по своей стране, к тебе люди относятся как к своему. А когда ты путешествуешь за границу, то они такие, типа, о, заграничный гость, мы прям чувствуем ответственность перед тобой, давай мы тебе поможем, накормим, погреем и так далее. В России как-то не особо так же, и церковь как-то по-другому реагирует. Вот. В остальных местах вот и по саму можно проходить, например, вот едешь, едешь устал, так смотришь, о, место есть для того, чтобы пройти буддийскую практику. Там есть вегетрианская еда, бесплатное жилье, вот так пожил, помедитировал, все, секундочку прям. Ну, например, вот я так и в Таиланде была, ну, где буддизм распространен, вот так это... Как я сказала, в России здесь, ну, как-то совсем по-другому все, вот, то ли, наверное, русские чеки халяву любят, и они это знают и пугаются, не знаю, честно говоря, почему. Если, наверное, вы были бы, например, из Индонезии приехали бы в Россию, может быть, из-за этого, как бы, они сказали, да, без проблем, заходи. А так они такие, очередной человек, который хочет у нас просто пожить, и немножко как-то по-другому, вот. А так, например, буддийские страны, да, буддийские монастыри, совершенно буддийские, как храмы, легко, можно очень во многих вписать. Здесь, конечно, они не слишком прям знаменитые, в которых толпа туристов, и вот тут решили так резко переночевать. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос по поводу вписки. Я вас не слышу. В общем-то, вопрос по поводу вписки. Что это значит? Короче, я знаю, а вот вписка-то, непонятно, что это, и как бы запрос заранее. Да, получается, ну, вписка-это такой, как бы, термин, что просто вписываться, то есть, не то, что заранее, например, вот человек тебя приглашает и говорит, давай впишешься у меня, например, и там, то есть, это может быть одномоментно, это какое-то долгое, что говорите? Воски по-русски. Воски. Как еще раз? Воски. Воски. Во. По-русски это звучит в гости. Воски. Ну, да, то есть, например, предположим, вы где-нибудь в Мьян-ми, и вот вы подходите к ним, Мьян-ми нельзя как раз, у них там закон, и только мне говорят, что сейчас легче стало. Ну, хорошо, в день в Таиланде, вот вы видите буддистские монасты, где-нибудь в джунглях, и так заходите, говорите, а можно у вас в гости? Вот, и они говорят, о, и зовут к себе. Иногда можно даже не подходить, они сами к тебе бегут и говорят, о, и вписывают. Белый человек. Да, очень такое часто распространенное. Так, а можно вот микрофончик вот этому человеку, пожалуйста. В общем, у меня был небольшой опыт путешествий. Самое долгое – это 14 дней. И всегда у меня возникала какая-то усталость. У меня это как-то изнутри тянуло, что я не могу с водителями быть как-то полностью открытым. Ну, знаете, ты едешь, и там какой-нибудь дельнобойщик говорит, ах, блин, Украину закрыли, или что-нибудь в другом роде. И это изнутри как-то образует какую-то душевную накопь, и я не знаю, как с ней бороться. У вас есть ли такое, и как вы с этим справляетесь? Да, я понимаю, о чем вы, потому что, короче, особенно почему-то вот по России, особенно если едешь, то, конечно, головы людей заняты очень тяжелыми мыслями часто, какими-то политическими проблемами. С семейными изменами, которые они же и совершают. Что только там не происходит в этих разговорах. Вот, и прям, конечно, так, там через час-два уже там, ну, ты же, глаза закатываются, ну, тяжко, тяжко. Ну, было такое, когда я говорила, ой, знаете, ну, просто был какой-то совсем кошмар. И я как-то, ну, знаете, очень-очень приятно пообщаться, но мне пора. Можно, если остановиться, да, вот вечер, правда. Вот, потому что было как-то совсем тяжко. Вот, да, это, я до сих пор сама ищу какие-то моменты. Здесь надо скорее абстрагироваться, потому что есть люди, которые просто хотят, чтобы их выслушали. Я очень люблю выслушивать людей, но, конечно, когда совсем уже тяжело, ты едешь в 14-й день и какие-то такие прям темные мысли на тебя пытаются скинуть, вот, то прям так немножко научишься абстрагироваться, наверное. Вот такой у меня способ. Дальше, какие еще вопросы? Я хочу послушать про Новый год на корабле. Хорошо. Да, дело в том, что я вообще путешествую последние годы одна. А в этот год у меня был такой немножко необычный, потому что я была с попутчицей и потом с попутчиками. И вот у нас было в какой-то момент очень много попутчиков. Вот, у нас собралось 37 путешественников. В какой-то момент 10 штук отделилось. Вот, и мы, в общем, 37 и поехали на пароме, который двигал нас, это было в Индонезии, и 6 дней у нас вез к берегам Папуа, Новая Гвинея остров. Да, вот, собственно говоря, в какой-то момент 10 человек, включая меня, мы отсоединились, потому что мы поняли, что очень хотим увидеть голову пупуасов с котекой. Котека это такое... Вадим, бумаги. Это такой насадка, мужская насадка из тыквы. Вот, и мы очень решили, что нужно срочно их увидеть. И если мы сделаем некоторую манкуляцию, то мы точно их увидим. Вот, поэтому 10 человек нас оценилилось. Новый год мы таким образом встретили на берегу, вот, когда вышли из корабля. Я, конечно, не ожидала, потому что у нас здесь фейерверки распространены, конечно, но там было такое ощущение, что взрывается все фейерверками. То есть я такого теплого приема к нашему приезду не ждала. То есть, прямо в Новый год встретили, и было очень здорово. И тебе интересно именно про корабль, или как дальше мы доехали? Вот, дальше мы, получается... Ну, дело в том, что мы пересели на другой паром, и на пароме мы встретили женщину, которая сказала, «О, у вас 10, так круто, так здорово, а я еду знакомиться с родственниками мужа, и так как муж мой первый парень на деревне, а я его жена, то, значит, я королева». Мы такие, ну, классно. Вот, поэтому поехали к акулам, так, еще раз, как это, к акулам с ними плавать. Мы такие, ну, тоже хорошо. Вот, и, в общем, она нас уговорила, говорить слово «долго не пришлось», и мы поехали плавать с китовыми акулами. За нами потом другие путешественники ехали, сказали, что на человек 300 долларов. Вот, нам это сделали все бесплатно, мы приехали в деревню, все нас туда привезли, нас покормили, нас искупали с акулами, акулы искупали с нами. Вот, это такие вот моменты очень часто происходят, когда ты путешествуешь, вот именно чем больше ты контактируешь с людьми, тем больше у тебя каких-то включений и чудес случается. Потому что, конечно, когда ты, например, закупаешь просто тур, в котором все прописано каждую минуту, каждую секунду, и нету даже возможности пообщаться с человеком, который вот местно, как положено, действительно пообщаться, побыть у него дома, выпить с ним чаю, то, конечно, здесь очень мало каких-то чудес случается, включений. А когда ты вот доверяешься какой-то ситуации, доверяешься людям, доверяешься Богу, в конце концов, то раз, и у тебя все получается как-то очень необычно, то, что ты даже не ожидал, но всегда, вот в моем случае, не знаю, по моему опыту, всегда много более интереснее, чем я могла даже представить. Вот. Я, например, очень мечтала поплавать с китовыми акулами. Китовые акулы – это самые большие, крупные, ныне существующие акулы. Вот. Они такие вегетарианцы, можно сказать, в море, но вот питаются франктоном. Огромная махина, которая по тебе плавает. И вот нам удалось просто бесплатно с ней поплавать. И потрясающее, конечно, впечатление. Потом нас привезли обратно в город, и там уже автостопом поехали в горы, где должны были находиться, найти попуасов. Долго мы ехали. Нас в какой-то момент в себе прилетел местный милиционер. Вот. И потом долго нас держал в милицейском участке, нас регистрировал и отпустил с Богом. Пошли, значит, и решили мы, что нам нужно какую-то определенную деревню. Там, думаю, пешочком 60 километров. Ну, не 60, конечно, это привеличивает для красоты. Вот. Ну, в общем, километров 30 нам надо туда ехать, идти по горам. Мы думаем, классное приключение, мы себе придумали. Вот. Но только мы, значит, прибыли в некоторую деревню, то нас поймала индонезийская армия. Расскажу такой момент, что в Пупуа, а там вот сепаратисты, потому что Пупуа, очень вот эти Пупуасы голые, ходят отсоединиться очень от индонезов. Потому что индонезы, честно говоря, действительно немножечко притесняют. И они, получается, то есть у них действительно перечислены какие-то стычки, бойни происходят. И вот в том, в той части, куда вы собирались, оказывается, там как раз очень часто кого-то прикакашивают. Мы об этом не совсем знали, точнее, может, даже и знали, но мы же иностранцы, и к нам другое отношение. Мы никого не пытаемся притеснять вроде. В общем, в любом случае, ну вот именно в конкретной ситуации я имею в виду. И нас армия поймала, долго держала. И мы сначала, почему? Мы спрашивали, вы не хотите нас пускать? Они такие, мы не расскажем. Они такие, ну тогда мы пошли. Они такие, ну не, ну так нельзя, давайте мы вам расскажем. Я говорю, ну расскажите. Ну, там призраки. Я говорю, призраки. Они такие, призраки. Я говорю, ну, ну смотрите, я говорю, мы русские просто, у нас своя нечисть. У нас очень много своей нечисти, там русалки, лешие. Вот, на вашу нечисть на нас не действует. Так что нам все хорошо, но мы пошли. Они такие, ну, подождите, подождите. Мы не совсем все-таки призраки, вот сепаратисты все-таки. Больше убедили они нас, и мы не пошли через горы, но мы все равно в итоге нашли голубь папуасов, которые согласились с нами сфотографироваться. Мы зачем-то напихали от радости куча-куча им в руки каких-то бич-пакетов, ну, просто с радостью, что наконец-то под этот голубь папуас с нами согласились сфотографироваться. Вот, и потом пошли вписываться в церковь. Легко, очень просто. Человек такой поп, просто такой стоял на пороге, такой прям классный священник. Вот так точнее. И говорит, да, да, заходите. Ну, как будто каждый день у него заходит толпа иностранцев, вот 10 штук у нас было. Церковь христианская была? Христианская церковь? Да, была христианская церковь. Индонезийцы. Индонезийцы, да. Вот он такой молодой такой, не знаю, летом и 30, наверное. Такой такой, да, да, ребят, заходим, заходим, типа, так, еда там, холодильник там, короче, все, я там сейчас получусь. Потом пришел, говорит, потому что, так, мы к папуасам едем вообще, хотите папуасов? Мы такие, ну, да. Вот, и он нас отвез потом такую вот деревеньку, в которой было побольше было папуасов. Это вообще интересно, потому что, для тех, как туда поехать, в Папуа, я, честно говоря, у меня была какая-то фобия голых людей немножечко. Вот, а тут и мы так искали этих голых людей, так пытались, так жаждали увидеть этих скотеток, скотеток мужиков и с какой-то барсеткой, точнее, авоськой. Котека я объяснила только что. Это, получается, не понимаю, я эти вещи раз объясню. Так, кто не понял, котека, это мужская накладка на, вот сюда, да, из тыквы, из такой тыквы в очень длинной тыквы. Вот, она прямо, бывает очень длинная тыква. Вот, в общем, как-то так. Вот. Я хотела что рассказать? Я хотела больше вам, знаете, на какой-то момент, наверное, психологического. Вот вы здесь собрались, наверное, он очень хотел бы путешествовать. Ну, не просто уж так, как его, надо сходить, делать нечего. Просто, наверное, какая-то мысль именно про путешествие. у вас есть в голове и вам очень интересно, как же вот вы бы смогли бы так, как бы вам так хотелось бы. Вот. Ну, просто, мне просто хотела рассказать, как это было для меня впервые, вот автостоп и так далее. То есть, первый раз я поехала автостоп, как я сказала, с мужем бывшим. Ну, я считаю, что, действительно, если у вас какой-то еще нету опыта автостопа, то самое классное, это, конечно, поехать вдвоем, друг друга поддерживать, психологически, физически, самое классное, это, конечно, чтобы девочка и мальчик, потому что, вот, лучше берут, потому что, когда два мужика стоят на обочине, вот так вот, все равно, если дождь, то вообще никому не хочется брать, и ехать себе в машину. Вот, две женщины стоят тоже, знаете, вопросы, в общем, некоторые. А вот, когда девочка и мальчик, прям вообще оптимально. Я вот хотела больше рассказать, как я вот, первый раз у меня была, когда я одна поехала. Вот, я приехала в Азию, у меня был очень тяжелый период перед этим, и я написала завещание, купила билет в одну сторону в Азии, поняла, что я не буду что-то делать с собой делать в своей жизни, и, как бы, ну, моей жизни придет конец. Я приехала в Азию, и в первое время, все-таки, у меня были некоторые, чуть-чуть деньги, я их тратила, потому что мне было, все-таки, еще страшно, одной автостопа. То есть, однажды, уже такой автостоп, что-то существует, все-таки нормально, а все-таки, как-то одной, мне было немножко страшновато. Я помню, езжу, езжу, катаюсь, катаюсь, там, в монстре вписывалась, действительно, но автостопом еще не ездила. И в какой-то момент я поняла, так, не целяла, точнее, все, кошелек, я поняла, надо действовать уже, как-то уже, надо себя мотивировать уже, вот, вот, кошелек, пусть он очень мотивирует. И я пошла на обочину, на самом деле, полтора часа, я еще просто так шла, вот, вперед, потому что мне все равно было страшно. Вот, но через полтора часа я все-таки выставила руку, и буквально через, пока я вот вставляла, наверное, руку, вот так вот она у меня, выходила, вот так вот, то в этот момент остановилась машина, и человек меня к себе подсадил, и все, и дорога пошла. На самом деле, очень часто, самое тяжелое, даже если вот так, я, например, отвыкаю чуть-чуть как-то там от автостопа, вот чуть-чуть буквально, потом вот просто выйти и так вот прогулсать первый раз, немножко страшновато, каждый раз, причем. Но потом, как только дорога идет, это настолько интересно, настолько люди интересно встречаются. Или, например, бывают люди, которые даже не знают языка от английского, я на английском общаюсь с ними, или, ну, они хотят помочь тебе, и ты чувствуешь, как они хотят тебя понять, как они хотят тебе помочь. Они, ну, ты видишь, как их просто прет от того, что они прям так интересны, что что тут забыли в конце концов. Вот, поэтому это вот про автостоп. Про кризиски хотела рассказать, что, конечно, бывают какие-то моменты, когда ты понимаешь, что человек как-то, ну, то, что особенно я девочка, вот, там, выложила, какой-то такой, да, заезжай нормально, в общем, сейчас как-то тебя подловлю где-нибудь. И бывает, конечно, с намеками и так далее, вот, но фу-фу-фу, у меня не было никаких случаев, вот, чего вообще. Честно говоря, у меня вообще плохих случаев не было. У меня были какие-то немножко неоднозначные, немножко напряженные, но, в основном были всегда очень хорошие, замечательные моменты, вот, которые меня, наверное, мотивируют каждый раз дальше вот продолжать в том же духе путешествовать. Я не собираюсь даже останавливаться путешествовать, потому что это прям захватывает. Это, конечно, своего рода я такой вот адреналиновый наркоман, ну, может быть, потому что это прям хочется еще-еще автостопа там вот вписываться у местных, общаться с ними. Ну, как-то так. Может, у вас возникли вопросы какие-то? Вот, наконец-то. Давайте девушку сначала, она ближе просто с микрофону сам-то начал. А у меня вопрос такой. Многие люди, когда путешествуют, у них в какой-то момент возникает вопрос все-таки заработка в обществе, да, прививание. А был ли такой? И еще один вопрос, это самое отличное путешествие и где оно происходило. Так, сейчас, вниз, обратно. Насчет заработка, ну, есть разные, действительно, методы, скажем так, разные пути, запомнили, подскажешь еще что-то дополнительное? Вот, например, если говорить обо мне, то я работаю гидом. Работаю гидом разных странах. Вот, горный гид, вот у меня здесь есть коллеги даже сидят. Вот, горным гидом, просто культурным гидом, то есть связываясь совместным, я говорю, а не нужен ли вам, может быть, искусствовод? Я достаточно умная, они такие, ну, не знаю, ну, давайте. Вот, это вот один из способов. Я буквально работаю, получается, вот, стараюсь летом находить какой-то горный, не почти, я действительно очень люблю горный, вот, стараюсь быть горным гидом летом, а зимой в теплые страны что-то такое находить. Вот, например, в следующем году я планирую очень длинное путешествие, я собираюсь на полгода в Лунде, там я собираюсь и путешествовать, и работать, в том числе гидом, и сниматься в Горливуде, вот. И потом я собираюсь пропутешествовать в Непал, Магадеш, Мьянма, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Гамбоджа. Я работаю, и, по сути, все деньги, которые я получаю, я, вот, вышла, я трачу на авиабилеты, потому что, ну, например, я работаю в ВАЗу и еду, у меня не всегда есть время успеть автостопом туда доехать, вот, ну, как бы, вот так вот. И в остальное время действительно экономлю, то есть, вот материальная часть. То есть, возьмем три главных блока обычно, которые, это еда, проживание и транспорт. Проживание, как я уже сказала, это каучсерфинг. Иногда, когда совсем, конечно, куда там, как-то совсем беда с каучсерфингом, или совсем не хочется вот в этой обочине ночевать в палатке, то я беру лопат-постел, то есть, вот, все-таки тратятся деньги уже, да? Но, опять же, я говорю, это когда вот совсем, я такая, все, наяблая, вот, я вообще работающий человек, вот. Это вот этот первый блок. Еда. Еда, на самом деле, опять же, ну, я расскажу методы бесплатной еды, скажем так. Есть, например, в Азии сикхи. Они, физическая религия, она такая на стыке ислама и индуизма возникшая, и вот они кормят. То есть, в определенное время ты приходишь в храм, и ты кушаешь невероятно вкусную еду, вот, вегетарианскую, совершенно бесплатно, потому что их религия, она действительно очень интересна. Несмотря на то, что, по сути, нужно, чтобы стать сикхом, надо как-то больше родиться в этой религии, то они все равно очень, как-то с заботой относятся к остальным людям, ну, ко всем людям. То есть, у них, действительно, сделай хорошо всем. Вот такого, конечно, вот нас правило каких-то моментов. Например, очень важно, чтобы не приходить в этот храм очень уж в открытой одежде, ну, лихо там повязывать хотя бы что-то. Там есть очень часто в храмах повязки, вот их нужно надевать. Есть люди, которые пришли просто, ну, скажем, напрямую пожрать, им как бы кофиг, вот там, что, какая-то рельгия, до чего там, зато есть же хавчик, вот так вот. И они, конечно, приходят и прям пользуются, вот как бы, этим, как сказать, ну, вот то, что вот этот сикхи представляет. Конечно, такое поведение, я считаю, очень неправильным, вот, и вот это один из моментов. Знаю, как бы, если уж говорить, да, вы здесь пришли послушать бесплатно, то есть слушать бывает и такое, да, если такое слово фриганить, вот, фриганство, это когда ты, собственно говоря, делаешь то, что многие магазины, они выбрасывают еду, потому что, до того, как, например, срок годности остался там, ну, один день, и нужно куда-то еду, да, дебать, они, допустим, на кусочки уже выбрасывают, потому что завтра уже поздно будет. Или, например, уже просрочилось, они выкидывают, но на самом деле, да, еще хорошее. Да, вот так вот, такие вот моменты есть, например, в Скандинавии, это очень аккуратно все делается, мои друзья, когда ездили, они говорят, там все заворачивается, все аккуратненько, потому что они знают, что есть люди, которые придут, и это заберут себе. Просто они не имеют права, не имеют права еду больше продавать, но она очень хорошая, эта еда, и они прямо ее заворачивают, ставят аккуратненько, вот это в Скандинавии. У нас, конечно, в России так посложнее, они просто впихивают это в мусорку, закрывают мусорку на ключ, и еще, блин, правда, мусорки потом вскрываются. У меня было время, когда совсем было как-то плохо с деньгами, и у нас вот открыли, где я жила, загородом в Москве, там открыли у нас пятерочку, и там была мусорка. Вот, да, мы, в общем, такие с бывшим мужем ходили, мы такие, о, классно, персики, круто, там, чего просто непонятно, забрали, там, варенье наделаем. На следующий день оказалось, что там уже не только мы начали туда приходить, там уже целая толпа образовалась. А на последующей там оказалось, что-то вообще просто распространяется, как эта информация со скоростью звука, и там уже практически стояла очередь, и там уже, извините, а там персики, ну, тоже нет, ну, может, какая-то мамочка, нет, 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 ну, ладно, завтра приду. Вот, то есть, вот так вот. Там ставили замок, потому что Российская Федерация запрещена, как бы так вот, у нас по законам выбросилась, так выбросилась. Но замок, конечно же, скрывался, потому что, ну, в России действительно есть много людей, которые не могут себе много чего позволить, и не все с хорошими зарплатами. Вот, и если учесть, конечно, что в Москве достаточно хорошие зарплаты, а при этом продукты намного дешевле, то я, конечно, очень... когда путешествовала по России, очень поражалась, вот, что люди не живут, а выживают. Вот, и... То есть, на самом деле, вот, как вы заметили, называют гордостью и предубеждением, вот здесь слово гордость как раз засовывается куда подальше, потому что вот оно. Так, следующий вопрос. Подожди, подожди, я еще почти не почти к тебе добежала. Вы говорите, что в нашей стране многие люди не живут, а выживают. А в других странах? Меньше, да? Еще хуже. Так, это связано с климатом. Ну, например, в Иране я была, там было очень много бедных людей, но сами даже иранцы говорят, у нас невозможно умереть от голода, то есть, даже если ты очень бедный человек, ты просто подходишь, и тебе это просто дают виду, потому что, ну, как это просто нереально у нас погибнуть от... именно от голода. То есть, они заботятся о друг друге как-то, несмотря ни на что, да? Да, бывают, конечно, какие-то моменты, но по сути, вот если человек там столько бедных, и иду сюда... Ну, это, например, просто пример, вот, если с Ираном, да? А потом, Индонезия тоже самое, как-то люди друг друга поддерживают, но еще плюс ко всему, конечно, там фрукты растут. То есть, если совсем тебе плохо, иди, в конце концов, в гости, иди, по-моему, на мое дерево, и у тебя хоть что-то-то будет. Вот, а вот в России, конечно, вот так вот просто, если только у тебя есть ружье, ты замедленный вид пошел, я, конечно, сейчас увеличиваю немножко, но... Ну, у меня есть друзья, и несколько друзей, вот, у них, например, есть охотники, они живут вот такой куши, честно говоря, если бы они не охотились, то бы, ну, у них просто нечего было бы есть, тогда даже продукты не доходят. С другой стороны, конечно, можно переехать, но вот так у нас деревни вымирают, потому что, ну, а как иначе жить, если, там, какой-то глуши, если, вот, просто нечего кушать, кроме, как ты сам идешь утром рано, в пять утра на охоту добывать себе завтрак. Это разве не выживание. Вот, но, опять же, конечно, есть и другие страны, как бы, предположим, страны в Африке. Страны Африки, да, конечно, там тоже еще как выживают люди, там, конечно, не жизнь, не... Ну, страны разные, все со своими спецификами, все очень интересные. Здесь, конечно, очень... И мне, например, важнее, конечно, какой-то человеческий фактор, что люди друг другу, когда помогают, ты это видишь, это, конечно, очень прям впечатляет. Когда я была в школе, то преподавательница сказала, что... Моя преподавательница по-английскому сказала, что, знаешь, деточка, ты худшая моя ученица, и ты разговаривать никогда не будешь по-английски. Ну, вот, знаешь, у меня все-таки опыт. Ты просто профан, вот, совсем. Я такая, ну, клево, говорю. И пошла к маме, говорю, мам, ну, такая, у меня может расслабиться, английский вообще может не ходить. Она говорит, у тебя английская школа, ты что? Я говорю, ну, мама, ну, преподавательница сказала. Она говорит, глупости, конечно. Мама сама посмеялась. Вот. И во время путешествия, то есть, папа просто мне сказал, ты должна сломать барьер, главный барьер, и не бояться говорить. Да, ты можешь неправильно говорить, да, будет какая-то казаться глупость, но ты должна говорить. А потом у тебя начнут конструкции все эти встраиваться, ты будешь слушать иностранцев, слушать, как это говорят другие, и ты будешь это все впитывать в какой-то момент. И так действительно произошло. Сейчас я достаточно, я считаю, сносно разговаривать по-английски. по-английскому. У меня даже, мой женик, он иностранец, вот, и мы с ним отлично друг друга понимаем. Он такой, он бельгиец, который живет в машине дома. Вот. То есть, сегодня лишили, правда, бельгийского паспорта. Ну, что? Бельгия. Бельгия. Вот. В общем, вот такой вот он у меня. У вас очень хорошие фотографии. Это все ваше или... Потому что я же вижу, что вы на снимке, кто-то другой снимает. Да, в основном я просто или просила людей меня сфотографировать, вот, немножко редактировать. Там, конечно, например, эта фотография, там, где меня нету, то это я фотографировала. Вот. Так, да, вот, например, Андрей, замечательный фотограф, у меня много фотографий. То есть, в общем... Что, что, что? Ну, у Андрей-то вообще хороший фотограф именно на камеру. Вот. А так я вот вообще все в основном, в большинстве своем, в большинстве мне снимков сейчас, которые идут, не сейчас, вот именно здесь, а вот которые сейчас я выкладываю. Сейчас, секундочку. Они с телефона. Я специально поняла, что мы... Что, что? Ну, сейчас можно прям посмотреть, есть специальный там топом именно по камере и так далее. Считается сейчас очень хорошая камера. Просто мне, например, таскать с собой зеркалку совершенно неудобно, особенно если учить, что AirAsia, вспомним, 7 килограммов всего. Багажа. Ну, куда там я 5 килограммов камеры? Да, так что телефон. Все в телефоне сейчас. Это, конечно, очень прощает жизнь. Не надо таскать тысячи карт местности. Не нужно таскать с собой фотоаппарат, там, 5-5 кг со штативом. Просто, ну, конечно, всегда ради искусства, всегда можно. То есть, у меня есть фотограф, опять же, знакомый, очень хороший Дамир. Вот. И когда я с ним путешествую, у меня, конечно, я прям в восторге от своих фотографий. Вот. Это очень прикольно путешествовать с настоящим профессиональным фотографом. Лично. вопрос по пути. Скажите, пожалуйста, как у вас с интернетом, если вы куда бы от цивилизации идете? Соответственно, если вы телефон снимаете, памяти не хватает, дайклаз и так далее, как вы все дезагружаете? Ну, что могу сказать. Да, интернет есть, это хорошо. Когда интернета нету, тоже хорошо. Можно, по крайней мере, доход от интернета. Вот. Ну, я просто... У меня большая стараюсь... У меня большая память не в голове, а в телефоне. Вот. Я стараюсь немножко почищать перед тем, на всякий случай, все равно. Какие-то входки выложила, тут же удалила. Стараюсь с этим не задерживать. И, ну, вот, она сама автоматически еще уходит в облако. Тут был такой момент у меня в какой-то момент в Испании цыганят украли телефон. Вот. Но, так как у меня... Я даже не знала, что автоматически мне отправлялось в облако, то у меня все это и отправилось. Оказалось, что я практически ничего, ну, почти там, ничего не потеряла. Было очень приятно в этот момент. Ну, вообще... Вообще, интернет-НК как именно вас? По-разному. Например, я ездила по Филиппинам, я купила карточку, прям, то есть, это очень редко бывает. Я обычно все-таки вай-фай люблю ловить, чтобы бесплатно, в общем, такая, прям, это, такая грамотная в этом смысле. А тут я прям купила карточку, ну, думаю, ну, надо, ладно, можно купить карточку. Я не думала, стою там, там, 100 грамм, ну, и такая, думаю, когда-нибудь вообще что-нибудь загрузится. Я говорю, у вас здесь плохо, что-то, не знаю, с вышкой случилось. Он говорит, не нормальный интернет. Я такая, ну, ладно. Там еще где-то в другом месте такая, ну, может, вот это? Нет, 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 шикарный, шикарный интернет. Я такая, у-у-у. Ну, у нас всегда такое. Я такая, а-а-а. Вот, то есть, на самом деле, это зависит от мест, куда вы именно прибудете. Естественно, например, если вы куда-то уходите в город, так вообще там интернета нету, или вы куда-то поехали в океан в этот момент, как раз, на каком-то пароме, есть два вопроса. Первый вопрос. Во время путешествия, какая страна, только одна, какая страна для вас уже влюбилась? Это первое. Второй вопрос. Можно ли анализировать, что почему большинство, потому что я знаю, что большинство русских молодежь тоже путешествует, как у вас. Но почему большинство просто любят евро-альск, Евросоюз, а другие, остальные страны, особенно Плечный Восток, Азии и так далее. Они не очень хотят поехать. Я об этом думала, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, все-таки первое скажу, наверное, все-таки моя какая-то любовь первая, это все-таки Сирия. Я просто, наверное, потому что она просто была моей такой первой самостоятельной страной. То есть, перед этим я с родителями с кем-то ездила, а тут я поехала одна, и потом, наверное, первый автостоп там был с другом. И, конечно, для меня это была прям страна, в которой я очень удивилась многим вещам. То есть, я знала, что они очень гостеприимны, я очень, в принципе, готова бы была к этому. У меня дедушка, например, гран-азербайджанец, поэтому я знала какие-то моменты от Востока. И все равно я не смогла быть готова к тому моменту, что меня европейку пригла... В тот момент я почувствовалась зажиточной европейкой, вот так вот. Меня пригласили в дом, семья, который дом, он был такой, знаете, сделанный из какой-то глины практически, и все в трещину, не крашеный. Мне казалось, ну дай бог, я сейчас чихну, и все полетит в разные стороны. И вот они меня пригласили и прямо вот видно было, что они хотели для меня вот лучшего. Просто все, что у них было, они поставили на стол, и они говорили, мы так горды, что ты зашла в наш дом. И в этот момент, я, конечно, верно, в этот момент у меня какое-то сердце прямо забилось, прям забилось. И я, конечно, в этот момент абсолютно влюбилась в эту страну и, ну, в основном, в людей. Вот. Наверное, следующая страна это Индонезия. Вот. Очень многие именно в Азию едут, потому что, конечно, у вас, в вашем регионе как-то очень, например, к женщинам относятся достаточно хорошо. Имеется в виду, нет каких-то, нету стресса в этом смысле путешествия, например, одной женщине. Вот. На второй вопрос я хотела ответить, почему есть люди, которые любят Европу, и есть люди, которые любят Азию. Это, знаете, это склад, это склад какого-то характера. Я просто об этом прям думала. Я вот, например, вернулась из Бельгии, такая рассказывала одним своим знакомым, который любит Азию. Прям вот, я прям заметила, когда я рассказываю людям, которые прям вот прикипели к Азии, вот вообще, больше в ту сторону смотрят, то реакция одна на эту историю. Сейчас расскажу, какая. А те, которые прям такие европейские, они хотят жить в Европе, они прям вот это, они как-то вот, ну, это, конечно, есть какие-то там отступления от, не то, что прям это прям точно, стопроцентная выборка вот так показала, но очень достаточно обобщенно. История была такая, что я в Бельгии проходила к дороге, которая одна полоска, в одну сторону машины едут, светофор, толпа с этой стороны, толпа с этой стороны, красный свет. Я, значит, подхожу, вот, стоим-стоим, там что-то еще секунд 40 стоять, я там стою-стою, так, высовую голову, смотрю налево, а там до горизонта нету машин. Я смотрю на всякий случай, направо, там тоже до горизонта нету машин. Я такая вернулась обратно в строй, говорю, а что мы стоим все так дружно-то? Вот, мне, как бы, мой как раз молодой человек говорит, так, 100 евро штраф, если увидится, что вы, как переходим, я говорю, ну ведь нету никого, ну совсем нету, ну то есть, ну прямо до горизонта. Он говорит, ну да, немножко абсурдно, у нас, говорит, у нас другие проблемы такие возникают, люди смотрят чисто на светофоры, не смотрят на машины вообще, и у них как раз получается какие-то происходят проблемы, что их сбивают машины, потому что такие, о, зеленые, а красные, а машина в этот момент как-то об этом не подумала. Другие какие-то проблемы возникают. И вот рассказывала я, когда люди, которые такие, типа, что у них прямо с ката-то ума европейские, вот я не могу даже вам объяснить, они такие, какая правильная страна, она великолепна, вот то, как надо. Те, которые такие азиатские, которые уже привыкли, что там, типа, какой светофор, такая штука есть? О, боже, действительно есть светофор, а, ну не работает, все в порядке. Вот. И такой, типа, вот такие, да, да, очень странно, конечно, можно же по прыжкам уже пойти. Вот, я просто считаю, что вообще, конечно, светофоры очень штука полезная, и, конечно же, надо следить за правилами, но еще я считаю, что надо все-таки использовать мозг. Есть ситуация в каких-то смотреть на машину, смотрите на знаки, смотреть на все, смотреть на ситуацию, а не просто идти. Еще я когда-то европейцам сказал, знаете, говорю, у вас в Европе так безопасно, у вас как бы на автомате можно так и погибнуть. И вот просто люк убрать, и, говорю, у вас весь город туда упадет, потому что не будет готов к такому, просто вот этот слишком жесткая опасность, потому что вы слишком живете в безопасном мире. Я говорю, вот то ли Азия, например, по Интонезии идешь, и просто вот здесь колдобина, Здесь какой-то баран вылез, короче, здесь вот просто штырь, в общем, и ты идешь такой, просто, не знаю, перешагиваешь, перепрыгиваешь, делаешь ковырки, там, по ДТ, и такой, чувствуешь себя реально рэпом, такой вот, Ларри Крофт я себя там чувствую. Я, может, в какой-то момент на автомате все это перепрыгиваешь, и, ну, ты просто герой, просто герой, чувствуешь себя действительно классно в твоей зимой, в этом смысле. Так, еще вопросы, кто ты хотела спросить? Здесь спрашивают, просят, просят рассказать в инстаграме про твой фургон. Это мой фургон Баркас, который, наверное. Да, у меня есть мой фургон, вот, это похоже такой на хиппи-мобиль, который вот такие вот, ну, хиппи ездили американские, вот, он называется Баркас 1000, он сейчас в ремонте, мне сказали, что его долго будут ремонтировать, еще учесть, что стараются как можно качественнее, и при этом недорого его сделать, и поэтому еще дольше. Но он прям, да, стоит в ремонте и ремонтируется. Я очень мечтаю, несмотря на что я такая вся себе бесплатная, то в какой-то момент я прям очень хочу именно на нем поехать путешествовать. Я прям мечтаю, хочу сделать вот такую вот прям машину дома, и, да, хочу очень свозить его на родину, на восточную Германию, хочу на юг его свозить. Даже везде хочу, честно говоря, повозить мой фургон. Очень классно, люблю его. Еще какие-то вопросы? Сейчас, вот сюда, пожалуйста. Исходя из того, что стран много, городов еще больше, и исходя из твоего личного опыта путешествий, хотелось бы узнать, как будущим путешественникам, да, сколько нужно времени, чтобы узнать хотя бы одну страну, ну, так тщательно, да, и, соответственно, как ты относишься к достопримечательностям стран, которые ты посещаешь, и к экскурсиям, которые проводят для туристов? С одной стороны, сейчас секундочку, хотела сказать именно про выбор, скажем, изучение страны. Страны очень разные, очень разные. Вот, например, Бруней, я поняла, вот я сейчас заезжала в Бруней, дорогая и маленькая страна, и, ну, я там два дня посидела, три точнее, посидела, поняла, что два дня достаточно было. Вот, ну, то есть, смотреть по сравнению с другими какими-то странами, намного меньше чего, и интересно, но, действительно, два дня. Вот, а какие-то, например, в Индонезии, я сколько не возвращаюсь, все мало. Вот тут вот здесь я пирамиду обнаружила, вот там оказалось вот то-то, там вот какое-то племя с писюкастой, там еще что-то там, ну, просто какое-то невероятное. И там оно состоит из каких-то просто тысячи островов, ну, там это просто жизни не хватит, они, сам Индонезия говорят, жизни не хватит все это изучать. То есть, это какой-то, поэтому вопрос сложный. Я беру обычно все-таки месяц на страну какую-то, вот такой, то есть, ну, среднестатический, это как раз просто время визы заканчивающиеся. Вот, но все равно я возвращаюсь во многие страны, продолжаю их изучать, и в Малайзии много было, и в Индонезии, и вот в Таиланде, и в Сирии, ну, и так далее, вообще, собираюсь еще много-много. Вот, в Европе у многих странах была я по несколько раз, и, ну, в Европе вот как раз еще можно как-то так прошелся, изучил. Вот, в Азии все-таки посложнее все. Второй вопрос был... А, экскурсия. Вот, я просто хотела про достопримечательности сказать. Я знаю очень много, точнее, путешественников, которых я встречала, они говорили, нет, все-таки знаешь, я не пойду вот эти самые раскрученные достопримечательности, смысл вообще туда идти. Мне интересно, вот я не могу, мне прямо надо. Мне интересно, почему уже такое огромное количество туда ринулось. То есть я знаю, что есть такие места, когда людей действительно туда сгоняют, чтобы от других отвлечь. Ну, например, есть тот же Бельгия, например. Есть город Брюгге, и его знают просто, его со всего мира знают, видите ли, он очень красивый. Я была в другом городе, Кен называется, невероятно красивый город, и оказалось, что Брюгге по сравнению с ним, ну, так себе. И выяснилось, что просто мэр Брюгге, он решил, как бы, что на деньги зарабатывать как-то. И вот они, по сути, по Бельгии разрекламировали целый город, чтобы толпа туристов, толпа всех возможных, в общем, приезжала, совпадала туда вот и фотографировала. А Кен так оставили городком, вот именно для больших студентов. Если ходишь, там только студенты, там не так много народу, нету туристов, вот, ну, много туристов нету, и намного красивее. Думаешь, а, хитрецы, вот, ну, вот, все равно, например, какой-нибудь Прамбанан, Парабудур, вот, знаменитые буддистские комплексы храмовые в Индонезии, например, там огромное количество народа. Ну, мне было интересно все это посмотреть, я считаю, это очень красивым, вот, ну, мы там с путешественниками, моими коллегами на ходе, конечно, знали пути туда пройти бесплатно, вот, потому что очень много места, куда ты приходишь, и тебе говорят, А, ты иностранец, плати намного, 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 намного больше, намного больше, еще чуть-чуть намного. И думаешь, ну, как же так, ну, они же не знают, кто я, как я здесь появилась, ну, я же, как, хоть что за, вообще, за притеснение, в общем, да, секундочку. Вот, и там, например, я, значит, мы лазили через заборы, подлезали, в общем, там, проходили, вот, ну, вот, и таким образом экономили. Очень много мест, которые можно посмотреть, потому что иначе просто есть такие места, как ты просто тратишь, вот, просто все свои деньги, мне кажется, что вот этот кусочек посетить, вот так вот, ну, и все, классно, можно ехать обратно. То есть, вот, и такое бывает. Какое было самое тяжелое физическое испытание? Ой, наверное, я, это, скорее, проработал мое, вот, и я работала горным гидом на Памире, вот, этим летом, и там был один трек, он был действительно чего-то тяжеловато для меня, возможно, потому что к этому моменту у меня немножко поведились легкие, вот, и я прям чувствовала, что что-то не то с ними, вот, потому что живешь на высоте, поднимаешься, опускаешься, ну, не знаю, в общем, и в какой-то момент я поняла, что что-то, это был уже последний трек, вот, из всех, всех, отдельно совершенно, и он был уже в конце сезона, и я что-то подзадолбалась, вот, наверное, вот, европейцы, которые со мной шли, они тоже что-то подзадолбались, но, правда, это потому что, наверное, больше я их подзадолбывала, потому что я вперед шла попыстрее, все-таки я гид, вот, такая себя классная, должна же я это показать, вот, и они за мной такие, ой, быстро мы, конечно, идем, я такая, ща, надо дойти, вот, наверное, это самое главное, ну, еще, конечно, очень часто бывает, когда ты очень долго едешь, и едешь, не кушаешь, не спишь, кушаешь, точнее, как-то так, мало или плохо, спишь еще меньше, вот, или там спишь как-то плохо, вот, конечно, через несколько дней наступает такое физическое истощение, как бы ты не радовался путешествия, ты уже такой, ой, поспать будет, да поменец, боже, вот, ну, это часто происходит. Ну, у меня из этой же серии вопрос, первый вопрос, самый опасный момент, путешествует навскидку, и второй вопрос, конечно, самый смешной момент в путешествиях. Ну, какой сложный вопрос-то, ну, самый страшный, знаете, я стараюсь не бояться, вот, такой странный вот ответ будет, я понимаю, но, я сейчас объясню, разверну, почему я так отвечаю, дело в том, что я иногда, наверное, притупляю какой-то страх перед человеком, потому что опасность, понимаете, это очень субъективный момент, если ты, как бы, для некоторых людей, что, что для них опасно, для тебя это вообще ни о чем, вот, ну, то, что, например, там, идешь над обрывом, если ты не боишься высоты, то тебе это не так страшно кажется и опасно, ты просто идешь над ним, вот, а если ты боишься, тебе это кажется просто ты сучки, например. У меня, конечно, было, наверное, связано именно с каким-то мужским вниманием, когда ты уже и так, и сяк, и объяснила, что, ну, нет, ну, пойми, ты, вот, ты красавчик, мне очень лестно, но извини, вот. Вот, ну, например, сейчас в Испании, когда, но это, опять же, это не опасные моменты, я не могу сказать, что у меня были опасные моменты, я стараюсь, чтобы не было опасных моментов, ну, вот, опасно, наверное, если, просто я не до конца, до конца признавала себе, что я, что был тайфун, когда я перемещалась между островами, опасно, так, ладно, ну, в общем, был тайфун между островами, когда перемещалась в Филиппины, и в какой-то момент я застряла на острове, вот, и если бы, наверное, мы выплыли, нет, нет, я все равно не могу, я там жила долго-долго на корабле, в общем, меня долго кормили, поили, было все так замечательно, они сказали, ну, сейчас вот в тайфун пройдет, и все будет хорошо, не могу сказать, что он был действительно опасным, вот, знаете, опять же, когда ты не боишься, просто ты, у тебя же какая-то опасная ситуация вроде, а ты такой, да, всморвусь будет, все будет хорошо, ты стоишь, улыбаешься, это, это опасная ситуация, она проходит мимо тебя, ну, как бы, естественно, вот, я вспомнила опасную ситуацию, такой, знаете, не опасная, основная, наверное, очень стрессовую, стрессовую ситуацию, я очень хотела бы с вами и поделиться, действительно, это было в Иране, когда я, вот, участвовала в, была в одном, расскажу так, мы ехали со знакомыми на машине, и прямо перед нашей машиной, вот, там, пока, я не знаю, моргало, у нас произошла очень крупная, достаточно крупная авария, и мы проехали мимо, я смотрю на это все аварии, то есть, по-видимому, я пока моргала, как раз, вот, все это, только вот остановилось, только все, вот, вот это все, вот, кручение, наверное, и я говорю своим знакомым, остановите, надо быть и помочь, вызовите врача, и они говорят, ну, вы иностранки, вот, там, я была с подругой, ее ребенком, они говорят, вы иностранки, у вас будут проблемы, я говорю, это мне пофиг, остановите, вот, моя подруга более громогласная, она сказала, типа, там, стоять, типа, Дины, срочно надо спасать жизнь, ну-ка, выпасите ее оттуда, короче, они такие, ааа, по тормозам, я выбежала из машины и побежала обратно, пробегала мимо от фуры, смотрю, фура там упала в обочину, но она так упала, вроде, аккуратненько, люди вот явно выходят из нее, и голова кружится, но я понимаю, что они вдвоем еще как-то, ну, и, конечно, там, крови не видно ничего, это ни о чем не говорит, но все равно я, как бы, понимаю, что всегда может быть что-то плохое, но я в любом случае решила бежать именно в самой тяжелой, в самой тяжелой машине, тяжелый, имеется, то есть, тяжелый случай, и я подбежала таким образом машину, которая перед этим была белой, вот, и рядом с ней стоял мужчина, вот, у него руки были в крови, он, как бы, стучал по машине, периодически, собственно говоря, вот, это было очень интересное действие, когда он, собственно, такой смотрел в машину, точнее, в окно машины, вылезал, орал, останавливался, влезал опять в окно, вылезал, орал, вот, и я поняла, что, наверное, там самое такое, что-то какое-то нужно, требующее моей помощи, и я там два раза выдохнула, залезла в машину, смотрю, девушка лежит, она крови нету, то есть, куча стекла, но это не ее кровь, то есть, кровь была именно вот от этого мужчины, он, как бы, тоже, я посмотрела, что руки у него там не хлещут кровью, то есть, не надо ничего срочно останавливать, просто было все порезано, то есть, я поэтому, значит, пошла, но девушка была без сознания, и я залезла через, там, дверь была сложная, в смысле, она ее заклинула, я, поэтому залезла через окно, все равно она была уже вызвана, и через стекло подползла к девушке, вот, потому что, если я понимала, что, если она не дышит, то надо ее вытаскивать, делать, производить реанимацию, если, собственно говоря, она дышит, то нужно ее оставить там, вот, это такое, то есть, очень люди думают, что, если какая-то товаре, надо вытаскивать, на самом деле, это не так, там, тепло, там, ну, получше, если машина не горит, не надо вытаскивать человека, он может повредить ему что-то там, как-то, что у нее так сломано, вот, ну, и я такая, значит, подползла, смотрю, дышу, думаю, ну, классно, здорово, все же, да, часть уже, как бы, за меня сделана работащая, просто всему, она лежала так удобно, вот, как надо, вот, так дело, то, что, когда человек без сознания, нужно его взять на бок, она уже так лежала, думаю, ну, все, шикарно, вообще, прям, все, как надо, но в этот момент начала машина трястись, прям, вот, прям, очень сильно, я такая высовываю голову, а там толпа иранцев уже собралась, потому что мы были первые, кто туда подъехал, а там уже к этому моменту целая толпень после этого сочувствующих, они поняли, что им срочно надо нас вытащить из этой, как бы, склянки, в общем, и они давай раскачивать машину, чтобы вытащить дверь какую-нибудь, ну, я выскакиваю из окна обратно, говорю, тут не из окна, точнее, дверь выскакивает вместе со мной, я говорю, ребята, все в порядке, говорю, главное, вызовите, там, вызвали врача, надеюсь, потому что, я говорю, все так все хорошо, тут девушка выходит, вот, и я так и думаю, о, девушка вышла, вот та, которая как раз только что в бессознании лежала, и я такая, у меня выходит, и что-то, я такая на нее смотрю, она на меня так и смотрит, и вдруг она начала валиться обратно на землю, очень страшно в этот момент стало, я к ней подбежала, чтобы она не долбанулась об асфальт, иранцы вокруг в панике орут, женщины плачут, в общем, прямо, как надо, все спецэффекты, вот, я говорю там, мужики, помогите, она, девушка такая не самая маленькая, вот, по сравнению со мной, еще как-то так, я говорю, давайте, помогите, а мужики такие, рядом, кричат, вот, в общем, в итоге двое как-то выскочило, встал бы, помогли, я говорю, подстерите ей что-то под нее, а то осень, холодно, вот, вот так я с ней сидела, пока не приехала в скорую, она то приходила, то уходила в себя, то приходила, то уходила, это был, конечно, такой, знаете, я не могу сказать, что прям опасный момент, но стресс, ну, не для меня, но очень стрессовый момент, конечно, и в тот момент, когда все это происходило, я не чувствовала прям этого стресса, скажем так, я просто чувствую это, как мне это рассказывали, я спросила вопрос в конце своих курсов, вот, от Красного Креста, я говорю, а как что-то здесь произойдет, какое-то событие, как мы это поймем, что можно вот так вот все выполнять, как это все произойдет, он говорит, у вас когда что-то произойдет, у вас просто мозг, вот, как логоритм это все выдаст, действительно все было так, то есть я такая прям подбегаю, посмотрела сначала опасность для себя, опасности для себя нету, подхожу такая, там, типа делаю вот это, 3-10, прям, вы знаете, действительно прям вот мозг и сделаю все как надо, у меня стресс наступил уже только тогда, когда я передала девушку врачу, села обратно к машине своей знакомой, и тут я такая, о-о-о, подумала, офига себе, потом, конечно, ночью я заснуть не могла, вот, ну, как-то вот так вот стресс у меня произошел, вот, был какой-то второй вопрос, смешной, 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 да все так смешной, давай, сейчас будет смешной, вообще смешно будет, можно я перед уходом задам вопрос, очень интересная история, ты же не рассказывал про вертолет, расскажи, это очень классная история, мы не верили в успех такого дела, у Дины не было ограничений, и она застопила вертолет, и вообще спасла ситуацию, но она расскажет детали, все, Дина, мы поезжали, рады были, да, спасибо, очень рада, что вы приедете, пришли, пока, вот, вертолет, да, вот, как я сказала, мои коллеги-гиды, бегите, бегите, это самая интересная история, вот, Андрей присутствовал при этом всем, расскажу про нее, это была такая, конечно, история, вишенка на моем торте гидства, все, все, уходите, уходите, я, наверное, конечно, про вас буду рассказывать, вот, то есть, вообще, вот эти вот молодые люди, в самом начале, когда я приехала, это был такой некоторый шовинизм, они, конечно, не верили в меня, ну, давайте все серьезно, то есть, я пришла, подбегаю, такая, говорю, типа, вот, я гид, они говорят, ну, классно, ну, суперски, ну, все, проваливается женщина на корабле, вот, и там один был, у нас есть там один коллега, и у него кличка суровый, и он вообще сказал, что женщинам в горах вообще делать нечего, такой, знаете, сыроед суровый, вот, и я помню, как раз такая, ну, они отходят уже от меня, там, уже некоторые поговорили про меня, то, что я, в общем, должна быть мужиком, и, там, баб у нас нету, и я помню, они уже уходят, и я такая стою, думаю, ну, ладно, ладно, короче, я, еще, вы просто не знаете, кто такая Дина Кусен-Заден, вот, и так вот я 7 маршрутов отходила, и, конечно, говорю, последний седьмой был прям вообще прям вишенкой. Перед этим я прям такая посидела, думаю, вот, остался один маршрут, я что-то на вертолете не полетала, и социальность свою не показала, я вообще как-то была не социальная, и что-то и английский свой, ну, конечно, я немножко разговаривала, и что-то, и что-то, короче, прям, ну, такая столько всего, и на лошадках мало покаталась, ну, в общем, это, и вот 7 маршрут, он мне, собственно, все это предоставил. Сначала у нас все началось с того, что у нас турист один сразу ушел просто с маршрута, вот, как-то сразу все началось, к вечеру мы пришли в лагерь, и с нами дело, что должны были идти кони вместе с едой, палатками, но они не пришли. Мы ждали их до поздней ночи, и пока мы ждали, то я там сообщала с австрийцами, они такие говорят, а что вы такие грустные-то ходите за мной, не грустные такие. Говорят, да у нас, говорю, ни палаток, ни еды, не знаю, туристов-то надо куда-то подевать, и непонятно, что делать. Он, слушай, у нас есть лишние палатки, возьмите. Я такая, ну, классная такая, взяла эти палатки, потом я приношу, говорю, вот палатки, можно расселить туристов, они такие, чё, чё, почём, я говорю, просто ребята хоть хотят помочь. Возвращаясь, я говорю, у нас ещё макароны есть, давай макароны, держи макароны, мы сразу спускаемся, давайте, ребят, шовинисты вы мои. Люблю вас, шовинисты вы мои. Ну вот, и потом, значит, и потом, в общем, к вечеру приходит, ну, я таким образом ещё и еду для туристов, да, была, то есть показала свою социальность и английский язык. Потом к вечеру я сижу около костра, мы расселили кто-то куда-кого, и сижу у костра, и тут, значит, в костру появляется окровавленный такой весь из себя конюх, который дрожит весь и весь в крови. Я такая, чайко? Он такой, вот, я коня угробила. Я такая, ну, вы садитесь, я говорю, чайко попейте, расскажите, чё случилось. Он говорит, ну, вот, я дело в том, что немножечко выпила, оказалось, что у них просто перед этим, они, галлодный тип, очень тяжело, алкоголь переносят, и у них там, вот, эти очень страдают, конечно, от этого, от алкоголизма смысла. Вот, и очень, конечно, замечательные люди, а алкоголь делают из них, страдают, в общем, да. И вот, значит, у них была свадьба у кого-то, естественно, вся деревня гуляла, и вот он потом пошёл, он неудачно коня как-то там в грязи притопил, пытался его вытащить, ногу сломал у коня, вот, то есть на нём была и его кровь, и коня кровь, что-то вообще просто. И я такая с чипом сижу, такая, как интересно, ну, рассказывайте, рассказывайте. Говорю, ну, что будем делать, собственно говоря. Вот, он говорит, ну, вот, завтра тогда я поеду и за конём себя там поменяю коня, вещи, которые из грязи застану. Я говорю, ну, давайте. И мы решили меня оставить на утро, потому что я занималась конно-спортом когда-то, вот, ну, я решила то, что мы... Потом на следующий день с этим конем он вернулся и повели... Я в двух коней в связке, вон, троих повел в связке, повели дальше по маршруту. А ребята все ушли вместе с туристами рано утром. Вот, Кира это всё недавно слышала, бедняжка. Ну, ничего, что ж поделать. Вот, и когда, значит, я при чём, ну, как бы очень тяжело на самом деле было идти, я так и радовалась, такая, ну, вот, лошадки, наконец-то, покатаюсь, а горная дорога с алтайским жеребцом, который думает, что ему можно, ну, есть камни, нужно, точнее, есть всё, что по дороге, это, конечно, очень тяжело, в общем. И я так дошла через три с половиной часа, такая, да, чёрт с этими лошадками, там, не знаю, как это, конные маршруты делаются ещё. Вот, но зато, как королева въехала, вот, такая, в лагерь, говорю, ну, всё, я молодец, я довела. Я говорю, а теперь снимите меня с этой гниги, потому что я не снимаюсь. Вот, меня реально просто вот так вот спикнули с лошади, я вот так вот пошла кушать. Я почти подошла, собственно, к самой интересной истории. Потом, значит, буквально через несколько дней передо мной шла туристка, и она, она упала в яму, и, как впоследствии оказалось, провела связки. Дело в том, что когда рвутся связки, не всегда на всех людях это понятно. Иногда прямо опухает нога, и прямо это всё заметно, и вообще, и так далее. Иногда, вот как у неё, например, вообще неотличимо было. То есть, как и левая, как и правая. Вот просто идеально одинаковые. Даже более одинаковые стали после того, как она вот тебе такое ощущение, что связки порвала. И ему, как бы, первую помощь оказала. И потом было, как бы, непонятно немножко, что делать. Получалось, что, дело в том, что я должна была своей частью группы одна возвращаться несколько дней до, как бы, обратно, по тому же, по той же дороге, большая часть людей должна была идти круговым. А тут получается, что у нас человек неходячий, мы в горах, связи нету, нужно, чтобы дошли до связи. И таким образом мы решили, что если ничего не проходит, а у неё не прошло, то на следующее утро, то мы сворачиваем, то есть я остаюсь с ней, мы ночуем несколько дней там в палатке, пока они не доберутся до связи. Вот. И кушаем, что там нам оставят. Ну, а таким образом их экспедиция таким образом заворачивается. Таким образом я так часто говорю, оказывается. И, значит, тоже много. И, извините. Получается, что мы потом пошли утром с туристами, с частью группы смотреть озеро, с другим гидом оставили вот её дожидаться. И я, выходя, решила, что надо поставить координату этого лагеря, что очень оказалось впоследствии очень полезным. Мы дошли до озера, поднимаемся на такой камень, который вот над озером. И я такая, вообще смотрим, у нас куча времени, мне вообще сидеть несколько потом дней бордугами кормить туристку. Вот. И, значит, я такая, тут слышу какой-то звук. Я говорю, ребята, звук. Они такие, ну да, здорово. Я смотрю, и вертолёт вылетает. И он начал раз и присаживаться на полуостров, в которой находится вот там, получается, озеро. Вот здесь мы находимся. Вот тут вот вообще где-то там вот этот полуостров, и вертолёт вот туда. Я такая думаю, вертолёт. Там другой гид, он ближе находится, потому что он пошёл туристам объяснять, что мы сворачиваемся. Может, он добежит. И думаю, а вдруг вот кто как-то не догадается, что-то такое. Ну, в общем, я подумала, надо всё-таки, как я говорила, надо иногда даже есть какой-то даже маленький шанс. То есть у меня, конечно, промликнуло перед глазами, что, ну, конечно, они сейчас улетят, пока я буду к ним идти. Ну, во-вторых, я вообще не бегу. Я, наверное, сейчас в первый попавшийся куст залежу. Я могу долго идти, а вот бежать – это не моё. Потом, значит, ну, скорее всего, у них там места нет. Ну, то есть много может быть отмазок, почему не? Но есть ещё такая, почему вы не попробуете? Вот эта одна, она часто перекрывает всё. И я побежала. Во-первых, оказалось, на адреналинии я классно бегаю, вообще прям отлично. То есть я, на гору мы забирались, я с ней просто скатилась. Потом через реку, там, не разбирая броды, прошлась, там, без ботинок по камням. Пробегая, там, около туриста, турист смотрит на меня, такой, Дина, ты куда такая бежишь вся себя? Я говорю, я за транспортом и бегу себе такая. И там, как будто кушери какие-то невероятные. Я через кушери, в общем-то, ну, какая-то тропинка была, но я же пытаюсь сейчас сказать, что ещё круче всё. И я через кушери, там, действительно, вообще змея от меня отскочила. Я же герпетолог, я люблю змеи. Я прям такая, позвони мне. И побежала дальше, в общем, бегу-бегу-бегу, добегая скала. И я такая, ну, круто. А я, во-первых, такая бегу, думаю, ну, надо же, я такая стрекерными палками, думаю, надо же, я вообще не бегу, ну, как я так умудрилась, такая я клёвая. Ну, в общем, тут такая скала, смотрю на эту скалу, скалу, думаю, ну, зашибись. Ну, как, добежала. Вот. Тут смотрю, верёвка висит. Я, в общем, прям, практически эти палки в зубы, в общем, полезла на эту скалу. Ну, там, и от скалы уже там крикнула водили, точнее, пилоту. Вот. Вот, убежала, говорю, здравствуйте, компания такая-то там, у нас здесь пострадавшая, есть у вас возможность к себе на борт одного человека взять? Вот такой, так что случилось-то? Я говорю, ну, вот он пострадавший есть. Давно? Я говорю, да нет, недавно. Он говорит, типа, ну, вот у меня здесь есть частники, вот, вертолёты, если... Я-то вообще очень не против, у нас как раз есть одно место, я вообще за помогать людей, ну, людям. Ну, вот спроси у них. Я спросила у ребят, они сказали, да, одно место, залезай в вертолёт. Я такой, вертолёт. Вот. Вот, запихнули меня в вертолёты, такой, вертолёт. Они такие, ты наушники? Я такая, да, у них нет. Они говорят, говори микрофон, микрофон. В общем, конечно, думали, что полного дауна запихнули себе в салон. Но я просто очень радовалась. Я сделала две фотографии, и потом всё, я уже сконцентрировалась, и всё, удовольствие от полёта в вертолёте у меня как раз в этом момент закончилось, потому что я начала очень смотреть, где же там этот лагерь, потому что у меня была именно вот, ну, точка в СМИ обозначена. Я говорю, знаете, только я посмотрела, там нету места, где сажать вертолёт особенно. Если вы так не найдёте, ну, выпихните меня в скалу. Я как-нибудь добегоники. Ну, в скалу мы тебя, конечно, не выпихнем. Мы тебя выпихнем на пойму, которая находится, если идти, ещё 6 часов обратно до лагеря. Я такая, ну, ладно, хорошо. И вот мы так и доезжаем, я говорю, слушайте, где-то здесь. Очень, говорю, как бы, кстати было, что я координату забила, потому что, ну, не было, за деревьем видно. И мы начали кружиться, в какой-то момент видим вот эту красавицу Люсию, которую она как раз связки порвала. И она стоит и такая, э-э-э, у-э, у-э, думаешь, классно, привет, как бы, ну, если не знаешь, что у неё вообще беда, как бы, конечно, не подумаешь. Я говорю, вот она. В общем, полетали-пытались, запихнули какое-то болото, спасибо ещё раз ребятам, которые помогли, конечно. И я, в общем, а дальше там делается, что он как бы на болото там и сели, и я через Кушери ещё 15 минут просто, вот. Я вот перехожу в лагерь, на вся открывавленная какая-то там, вытаскиваю колючку, такая вся из себя встаю, такая, Лёша, говорю я нашему диду. Я говорю, запихивай Люсию в рюкзак, я говорю, я с автостопила вертолёт. Они как не готовы были к такому, вот, и я такая вся из себя на адреналине, классный, прибежала. Они такие просто, не знаю, только что, покушали, такие, чё? Я говорю, ну, я говорю, запихивай, говорю, в рюкзак, вертолёт ждёт, они у них какого графика. Они такие, ну ладно, хорошо, так у тебя мы тоже снимаем с маршрута, потому что по правилам мы должны второго человека. Я говорю, ничего не могу сказать на это, потому что там только одно место, в смысле того, что не получится. Вот, Люсия такая говорит, не, я не поеду, не поеду, я, короче, не хочу. Ну, она была на стрессе, бедняжка, конечно, такая, не, я не поеду. А я такая, рэмбо, я тут бежала, короче, там, не знаю, лазила по скалам, змеи отгоняла. Я такая, Люсия, ну как так? Она говорит, не, ну а вдруг что-то не получится, я говорю, кто-то там не получится, там, вот, держи телефон, номера, всё, давай, короче. В общем, дошагали её до вертолёта, поблагодарили, запихнули, ребята, согласились именно прям заехать туда, куда надо, залететь точнее. Вот так вот, собственно говоря, туристку мы и спасли, и потом, такими образом, экспедицию спасли. Потом, когда я вернулась уже в лагерь, то я, эта история вся обросла, конечно, легендой. То есть, я помню, там, наливая себе чай, подходит мужчина и говорит, а вы та самая? Я говорю, я та самая. А вы, как бы, что имеете в виду? Он говорит, ну та, которая там вообще, в общем, там такое-то, там такое, в общем, там взяла берёзу, сделала из неё лиану. Я говорю, да не, не, я говорю, просто, знаете, вертолёт, вы, значит, это лиана. Я говорю, да не, я просто добежала. Он такой, ну да, да, скоро она украшает, так и всё ушло. Я такая, ладно, дежу дальше, сахар уже насыпаю. Женщина подходит, а вы та самая? Я говорю, я та самая, всё ещё та самая. Кто та самая? Говорит, ну та, которая там, значит, там, там, Люся шею сломала, а-то, ну, в общем, чё такое. Я говорю, ну, не шею, а что-то связку, и там, ну, чё-то такое. И, в общем, говорит, ну, я говорю, да не, я просто добежала до вертолёта. А что вы показывали ему, чтобы он остановился? Я говорю, да, да, бежала просто. ничего не показывала, ну он скромность украшает, думаю, ну что ж такое, вообще действительно получилось, как будто такая легенда, как будто Люся не в связку провала, а сразу шеей, в этот момент реально схватила первые попавшиеся все виды деревьев, сделала гулианы, просто свистнула, в этот момент пролеталась, конечно же, в общем, этот неудачно окажавшийся вертолет, я накинула на хвост, взяла Люся подмышку, подвезла куда надо, вытекнула Люся из подмышки, да там свистнула, обратно довезлась и продолжила свою экспедицию, я, конечно, прям такая, ну ничего, ничего себе, я, конечно, еще круче, чем думала, вот такая вот смешная история, если говорить про смешные, кому-то смешно, Люся, конечно, было не очень, мне очень болела нога, вот, какой еще вопрос у кого? Вопрос про попутчиков, конечно, волшебство путешествия, оно делает свое дело, мы встречаем замечательных людей, но вот, что ты скажешь о попутчиках, которые тебе попадаются, с которыми ты путешествуешь, и второй маленький вопрос, была ли ты в дом вольных путешествий Кротова, какой-то какой-нибудь? Дом для всех Попутчики, это очень такой сложный момент, я такая, поворачиваю, вот, думаю, это же моя фотография, вот, попутчик действительно такой важный момент, потому что, если вы неправильно подберете попутчиков, то все ваше путешествие будет вообще очень сильно испортиться У меня были попутчики, когда я, например, стояла так вот, и с часами, мне такое казалось, что реально проходили часы, ждала, когда сфоткается каждый цветочек на каждом дереве Вот, я прямо, там этих цветочков было сто на одном дереве, и этих деревьев было тоже сто, и я прямо такая, ну они же одинаковые Они такая, да, но они такие красивые Я такая, ну-ну-ну-ну Вот, или там, например, конечно, какие-то идешь, и моменты, то есть я, например, считаю, что нужно не очень вызывающе одеваться, скажем так Все-таки мы девушки, нужно понимать какие-то моменты, а были попутчицы, которые такие, да ладно, зато если декольте поглубже, то точно остановятся Я такая, конечно, остановятся, но не в этом же сути, и вот какие-то моменты философского, какие-то несоответствия тоже очень важно Вот, у меня было несколько, вот, например, в этом году у меня, где она вообще есть, она ушла уже Вот, у меня была попутчица замечательная, вот, Катя, она, не знаю, просто мы с ней, да, очень клево Вот, да, сейчас заканчиваем, заканчиваем уже Вот, и, то есть, вот, очень здорово, а потом до 10 человек мы все были очень, например, все разные, там, ругались каждый день, вот, но все равно как-то выживали, что самое интересное, вот Но очень редко понимаешь, с кем ты мог бы там отдельно путешествовать, с кем бы ты не мог И дом для всех я бывала, да, это был дом для всех в Индонезии, я как раз там и познакомилась и сдружилась в итоге, впоследствии с Антоном Кротовым, вот Наверное, еще некоторые дома для всех посещу, впоследствии просто, потому что, ну, я там все равно долго не задерживаюсь, я все равно дальше еду То есть, чисто просто друзей, в основном, повидать, которые там собираются Вот, нам уже заканчивают, давайте буквально еще два вопроса, быстро, почему я их озвучу, вот, и потом уже закончим Простите, может быть, я прослушала или бы не была, когда вы говорили о том, как вы находитесь в попутчиков, и вообще, как вы собираетесь в группу по 10 человек? 10 человек это просто случайно, как я сказала, это было 37 человек, мы изначально просто через интернет собрались, это такое прям, а попутчиков именно, которые тут дороги Например, ты тут на вписке, раз, и там человек тоже говорит, а я тоже в ту сторону Или, например, ты встречаешь, и тоже в ту сторону Чаще всего я говорю, типа, то, что, да, классно, чтобы в ту сторону, удачно, надеюсь, встретимся где-то на маршруте, удачно, но это не мое Я вот действительно очень чаще одна путешествую Какие необычные направления вы хотите поехать со следующим путешествием? Для меня все необычные Все необычные Например, я ехала в Турцию, мне такие, у меня девочка писала в Турцию, ну, там, что там, пятизвездочные отели, я говорю, ты что-то не то знаешь Ну, здорово, классно, да, Палестина, молодец, да, это интересно Ну, я считаю, просто в любой стране можно найти, в любом месте можно найти что-то интересное, это зависит только от себя и от твоего внутреннего настроя И, как я сказала, вообще в путешествующих очень важно, чтобы вы настраивались именно на позитивное и хорошее ладо, да, ваше путешествие пойдет намного лучше и интереснее Вот, давайте заканчивайте, давай, Ольга, все последнее, потому что вот там у нее уже крестик Нашла ли ты уже страну, в которой вот подумала, может быть, в старости, когда уже двигаться не стоит? Нет, я, честно говоря, чем дольше путешествую... А, тертитель, я что-то там добила чей-то в топора, наконец просто, да, наконец, жалко Вот, ну, да, чего я говорила, ну, да, теперь, по-видимому, из России точно должна выходить, да? Ну, чем дольше я путешествую, тем я больше понимаю, что мне нравится жить в движении То есть изначально я как-то, вообще очень много путешественников, это такая отдельная тема, которая, к сожалению, много времени займет Вот, вообще очень много путешественников, она именно бегунки, вот, очень много каких-то проблем бегут и действительно ищут себя, ищут место А я вдруг в какой-то момент поняла, что я нашла себя, и мне настолько нравится жить в движении Потому что я изначально очень такой движливый человек, и мне так крётость Если какой-то момент я захочу пожить вот здесь вот, я поживу, и захожу как бы... Как это, если прям старости меня прям, не знаю, просто уже кости не будут держать? Да не важно, главное, что у тебя в голове, а не какая у тебя в округе, какая у тебя жизнь Вот, на этой, собственно, наверное, милой ноте надо заканчивать Спасибо вам большое за внимание Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо